здравствуйте сегодня мы с вами вновь поговорим про красивейшее звездное небо на этот раз апреля месяца начинаем мы как всегда созвездий думаю что стоит напомнить созвездие это не просто фигура на небе на самом деле созвездие это участок неба и всего наше небо двух полушарий поделено на 88 подобных участков и вряд ли количество созвездий у нас уже увеличится сегодня мы поговорим об объектах в созвездиях очень близких весеннему треугольнику это астеризм который нам легко найти на небе и с помощью которого нам проще ориентироваться начнем мы созвездия волосы вероники само созвездие во времена древних греков считалось астеризмом эту небольшую и тусклую группу звезд относили к созвездию льва и говорили что это кисточка на его хвосте самая яркая звезда созвездия волосы вероники имеет звездную величину плюс 4 то есть на самом деле она не очень яркая взглянув на нее вы можете получить представление о том как выглядит солнце со строения 27 световых лет примечательно что такое маленькое созвездие как волосы вероники насыщено колоссальным количеством интересных и доступных объектов для наблюдения мощный астрономический бинокль и телескоп начнем мы со звездных скоплений звездное скопление мелод 111 довольно интересно оно очень хорошо заметно его в древности описал сам птолемей на сегодня в скоплении есть 40 звезд с общим собственным движением скопление удалено от солнца на расстоянии 288 световых лет общая звездная величина составляет плюс 2 рассеянное звездное скопление мелод 111 занимает площадь вдвое больше геат или семь с половиной градусов на небе возраст скопления составляет около 450 миллионов лет теперь мы перейдем к следующему звездному скоплению m53 вы можете заметить что по форме она напоминает шар это шаровое звездное скопление это звездное скопление удалено от солнца на расстоянии 60 тысяч световых лет и является одним из самых далеких скопление m53 много переменных звезд найти на звездном небе скопление довольно легко в первую очередь находим звезду альфа созвездия волосы вероники и от нее смещаемся немного в западном направлении что вы можете видеть на данной картинке теперь мы перейдем к более обширным объектам галактикам первая галактика по которой мы поговорим имеет необычное название черный глаз такое название возникло из-за наличия поглощающей пыли перед ярким ядром галактики астрономам же больше известно обозначение m64 в каталоге месье эта галактика была открыта эдвардом пиготом в марте 1779 года и независимо и органом эллертом баде в апреле того же года а также шарлем месье в следующем году эта спиральная галактика удалена от нас на расстоянии 17 миллионов световых лет видимая звездная величина составляет восемь с половиной место расположения этой галактики найти нетрудно на воображаемой линии альфа гамма волос вероники в хорошую ночь едва заметна неяркая звездочка которая называется 35 ком черный глаз следует искать в градусе на восток северо-восток от нее оптический искатель телескопа или бинокль галактика не бросается в глаза в любительский телескоп в начале отмечается вытянутая эллиптическая форма галактики и яркое почти звездообразное ядро хорошей ночью без искусственной и естественной засветки при диаметре объектива телескопа от 20 до 30 сантиметров при внимательном рассматривании можно заметить образование давшее название этому объекту следующее созвездие о котором мы поговорим находится выше волос вероники это гончий псы созвездие гончий псы названа в честь двух собак волопаса астериона и хары на небо их поместил янги вели в 1690 году самая яркая же звезда гончих псов называется кор короли или сердце карла такое название эта звезда получила в честь английского короля карла второго его отец карл первый был казнен оливером кромвелем во время возвращения на престол карла второго астрономы заметили что звезда очень сильно сияет интересно что альфа гончих псов это двойная звезда которая состоит из двух компонентов с видимой звездной величиной около трех и около пяти с половиной эти компоненты отстоят друг от друга на расстоянии 20 угловых секунд хороший бинокль или любительский телескоп можно отчетливо увидеть промежуток между звездами главная звезда двойной системы гончих псов это горячая бело-голубая звезда главной последовательности звезда является прототипом класса переменных звезд называемых переменами типа альфа гончих псов причиной переменности таких звезд является вращение и сильное сто раз сильнее солнечного магнитное поле которое создает огромные пятна и неоднородности в фотосфере звезды второй же компонент этой системы желтоватый карлик главной последовательности находящийся на угловом расстоянии около 20 угловых секунд от главного компонента иногда самую яркую звезду гончих псов добавляют к астеризму весенний треугольник и тогда у нас получается новый астеризм алмаз девы или бриллиант девы теперь же мы перейдем к другому объекту созвездия гончие псы к звездному скоплению м3 это шаровое скопление является одним из самых больших и ярких оно состоит из более чем 500 тысяч звезд скопление находится на расстоянии 34 тысяч световых лет от земли его видимая звездная величина составляет 6 половиной что при условии ясного безумного неба вдали от городов позволяет видеть его даже невооруженным глазом если у вас конечно же хорошее зрение скопление легко найти в бинокль на довольно светлом пригородном небе при апертуре телескопа от 100 миллиметров и увеличение побольше это скопление разрешается на звезды особенно по краям и становится заметно что его форма не идеально круглая 20 сантиметровый становится заметными провалы между звездами в периферийных зонах 27 с половиной сантиметровый телескоп скопление выглядит как огромная и мохнатая звездная куча следующий объект это m51 это уже галактика спиральная галактика в созвездии гончих псов называют еще галактикой водоворот впервые ее обнаружил в 1773 году шарль месье который описал ее как очень тусклую туманность не содержащую звезд ее компаньон который вы можете заметить здесь открыл пьер мишен в 1781 году вообще галактика водоворот это первая галактика у которой была обнаружена спиральная структура ее обнаружил лорд роз в 1845 году наблюдая ее на крупнейшем телескопе своего времени тогда же он сделал довольно точную зарисовку галактики которую вы можете увидеть здесь на конце одного из ее спиральных рукавов находится галактика компаньон ngc 5195 она в 2-3 раза менее массивна и ее диаметр составляет около 20 тысяч световых лет иногда возникает путаница и m51 называют не большую галактику а ее компаньона а еще бывают случаи когда под m51 подразумевают пару из самой галактики и ее компаньона в этом случае эти объекты называются соответственно m51 а и m51 b для любителей наблюдать эта галактика настоящий подарок поскольку ее видимая звездная величина составляет 8 с половиной следующая галактика также была открыта пьером мишеном в 1781 году это m94 она располагается на расстоянии около 16 миллионов световых лет от земли ее видимая звездная величина составляет 8,9 что также дает неплохую возможность для наблюдения данного объекта следующая интересная галактика в созвездии гончих псов это m106 это тоже спиральная галактика которую впервые обнаружил пьер мишен 1781 году и также шарль месье включил ее в свой каталог m106 находится на расстоянии от 22 до 25 миллионов световых лет от земли и содержит активное ядро также в галактике находили ультра яркие рентгеновские источники на этом обсуждение созвездий мы сегодня завершаем другой раз мы с вами обсудим иные созвездия например созвездия дракона сегодня я покажу вам один из самых интересных объектов в этом созвездии речь идет про красивейшую туманность кошачий глаз это планетарная туманность в созвездии дракона наблюдать ее не сильно проще чем галактики по которой мы только что поговорили поскольку ее видимая звездная величина составляет плюс 9 примерный возраст этой туманности составляет около тысячи лет и образовалась она при гибели звезды типа солнца расстояние от нашей звезды до этой туманности составляет три с половиной тысячи световых лет а теперь перейдем к планетам точнее к условиям их видимости многие планеты для нас уже не видны это меркурий венера уран и нептун фактически они не доступны для наблюдения в апреле месяце но пока еще виден марс вечером высоко над западной частью горизонта он перемещается на фоне созвездий телец и близнецы юпитер виден в предутреннее время очень низко над юго-восточным горизонтом перемещается он на фоне созвездия козерог водолей также виден и сатурн очень низко в предутреннее время также в апреле у нас будут некоторые интересные события например 22 апреля будет максимум активности метеорного потока лириды ожидаемое зенитное часовое число метеоров равно 18 то есть мы можем увидеть 18 метеоров за час растущая луна будет располагаться в созвездии лев и может существенно помешать наблюдениям вообще первые весенние месяцы март и апрель хороши для наблюдений множество объектов из каталога месье но нужно учитывать что после дня весеннего равноденствия наш световой день становится все больше а времени для наблюдений у нас все меньше поэтому желаю вам использовать каждую возможность которая у вас появится всем ясной погоды и хороших наблюдений всего доброго до новых встреч